Привет, друзья! Пришла осень. Я решил снять небольшой обзорчик про фонари, ибо они сейчас очень востребованы, рано темнеет. Начнем мы с обзор задних фонарей. Итак, начну я с самой дешевой мигалочки, что у нас есть в магазине. Это NECO NKL370. Здесь 5 светодиодов и 4 режима свечения. Один постоянный и три, которые мигают. Эта мигалка идет на батарейках. Здесь две батарейки типа 3А. Ну и крепление на подсидельный штырь. Также можно ее крепить где-то на рюкзаке. То есть такое универсальное крепление. А еще, когда она просто выключена, она может отбивать свет. Здесь светоотражатели такие в пластике сделаны. В принципе, она неплохая. Если что-то бюджетное или там для ребенка, нормально. По браку они к нам приходят довольно редко. Там из 50 может быть одна. Это круто. Стоит она 3 бакса. Как бы за такие деньги она прям крутая. Следующая мигалка это NECO NKL6025. Тоже на батарейках типа 3А. Две батарейки здесь. Крепление как на подсидельный штырь, так же. И вот тоже можно на рюкзак повешать ее. А пластик идет тоже светоотражателем. В ней идет тоже 35 люминов. Светит она примерно вот так вот. Да, здесь вот стоит линзочка. Ну и есть просто режим свечения. Два режима всего в ней. Цена у нее 5 баксов. Как бы неплохо. С учетом того, что есть линза, она очень яркая. Вот. Это очень ярко. Глаза немножко выедает. Следующая мигалка у нас идет NECO. Модель NKL6025. Она тоже на 35 люмин. Заряжается она от USB. Здесь вот такая вот крышечка резиновая. Ее можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально. Здесь универсальное крепление. Крепление выглядит вот так вот. Резиновая. В принципе надежная, классная. Светит она вот так. Этого хватит, чтобы вас увидеть на дороге. Выключается вот так вот плавненько. Прикольно. Аккумулятор у нее стоит, внутри встроен на 500 миллиампер. 3,7 вольта. Весит она 40 грамм. Цена ее 14 долларов. Круто. Теперь я вам покажу то, что я реально бы рекомендовал. Тем, кто хочет что-то хорошее, качественное. У меня точно такая же мигалка стоит. Очень доволен. Крутая мигалка от фирмы Lezyne. Это KTV Drive. В ней всего 10 люмен. Светит она примерно вот так. Этого хватает более чем на дороге, чтобы вас увидели водители ночи. Заряжается она от USB. Вот таким вот образом. Вешается она на подседельный штырь. Или же можно на перо повешать. Чтобы включить ее, нужно ее зажать. Чтобы выключить, тоже зажать. Крепление у нее идет вот такое вот. У меня оно ни разу не рвалось. Все было хорошо, держалось. Все было очень круто и классно. Цена у нее уже идет 20 долларов. И на Lezyne идет 2 года гарантии. По сравнению с NECO, у NECO там идет 2 недели гарантия. Lezyne то, что я вам рекомендовал. Ну и в заключении с задними мигалками я покажу вам самую топовую из Lezyne. Это Strip Pro 300 люмен. Заряжается она тоже от USB. Светит она адский. Она просто выедает глаза. Ну, такая мигалка вам нужна, если вы много ездите днем по шоссе. Чтобы вас видели водители. Ночью, в принципе, ее очень даже много. Можно ставить на самый лайтовый какой-то режим. Я бы все-таки советовал бы там для ночных покатук. Что-то менее яркое. 10, 20, 30, там до 50 люмен. Вам ее будет хватать. Strip Pro стоит 47 долларов. У нее тоже 2 года гарантии, как на всю продукцию Lezyne. Фара очень крутая. В принципе, советую, если вы днем ездите, брать вот именно вот такое вот. Потому что на 10 люмен днем видно не будет. Забыл еще уточнить. Ко всем фонарям с USB-зарядкой провод USB идет в комплекте. Теперь, я думаю, перейдем к передним фарам. Они более актуальны. Но не забываем, что задними галочкам нужна, чтобы вас не сбили, чтобы вас было видно. То есть, это must-have. Она должна быть. Ну, и начну я с самой дешевой фары, что есть у нас в магазине. Это Neko NKL7043. В ней 100 люмен. Заряжается она от USB. Крепление вот такое вот резиновое. В принципе, надежное. Сама она в пластиковом корпусе. Аккумулятор здесь 550 люмен. Цена у нее 11 долларов. Светит она... Ну, как 100 люмен она светит. В принципе, за свои деньги неплохой фонарик. Следующий фонарь это Neko 7012. Уже новый, обновленный фонарь 2018 года в алюминиевом корпусе. В нем 200 люмен. Заряжается он от USB. Откручиваете вот такой вот колпачок. И вот такая вот USB-шка здесь. Там внизу аккумулятор. Светит он довольно круто. Качественный, хороший фонарь. Три режима. Цена у нее 14 долларов. Крепление у него такого типа уже идет. Две резинки, смотря какой диаметр руля. Ну, довольно удобно, надежно держится намертво. Прикольный фонарь на самом деле. Дешево, сердито. Ну и подошли мы к более дорогим фонарям. То, что бы я советовал вам. Фирма Lezyne. Как я говорил, два года гарантии. Американский бренд. Делают они очень качественно. Техника у них похожа на Apple. Фонарь тоже заряжается от USB. Здесь 400 люмен. Они идут в четырех цветах. Черный, серый, фиолетовый и красный. Цена у нее 33 доллара. Такой фонарь. В принципе, ездить по городу более чем. Следующий фонарь у нас по мощности. Это Lezyne MicroDrive 500. Как вы поняли, здесь уже 500 люмен идет, а не 400. Чуть-чуть больше. Он будет немножко ярче светить. Он заряжается тоже от USB. Влагозащищенный. Здесь уже идет два диода. Индикатор заряда проверяется одним нажатием. Этот разряжен у нас. Неплохой фонарь. Цена у него 47 долларов. Ну, а теперь то, что я реально всем советовал. Это Lezyne LightDrive 700 люмен. Зарядка от USB у него уже идет немножко по-другому. Здесь идет кабель в комплекте. Вот такое вот гнездо. Очень плотно. Закрыта крышечка. Там у нас USB-шечка. Мощный фонарь. Здесь два мощных диода. 350 люмен. Вот. На 700 люмен его хватает полтора часа. Но фишка вот мощных фонарей. У них стоят крутые, ну, большие аккумы. И его можно не включать на 700 люмен. То есть, его можно включить по лейтове. Вот, к примеру, на 400 люмен. И он будет светить 3 часа. Или 250 люмен в режиме города. Вам этого достаточно. 5 часов. Это круто. Но у вас есть классная возможность где-то выехать на природу. Влупить эти 700 люмен. И, в принципе, осветить себе всю дорогу. Но я не думаю, что вы через лес будете ехать больше, чем полтора часа. Такое. Ну, и его всегда можно подзарядить от Powerbank. Единственное, у этих фонарей нет функции, что можно включить. И он будет светить и параллельно заряжать от Powerbank. Есть версии Lezyne. Они немножко по-другому выглядят. Они подороже. Там можно уже включать, светить и сразу же заряжать. Об этом позже. Фонарь классный. Идет он в сером, черном, фиолетом и в голубом цветах. Цена у него 57 долларов. Ну, и один из самых мощных фонарей от компании Lezyne. Это Macro Drive 1100 люмен. Такой он уже немножко увесистый. Не сильно огромный. У меня катает много друзей с такими. Ну, а здесь вот 1100 люмен. Хватает на час 20. Честно, я с ним катался 1100 люмен. Ну, только в каком-то очень-очень темном лесу. Там, где нету вообще ни звезд, ничего не видно. Вот там вот он валит так круто. Но вам реально достаточно там включать 650 люмен. Вот хватает 2,5 часа. И у вас есть достаточно такой запас по аккуму. Если у вас хватит денег такое купить, вот я советую. Это реально очень крутой фонарь. Цена у него 71 доллар. Заряжается он также от USB. Влагозащищен. Нереально крутой фонарь. Советую. Ну и самый топовый фонарь от конторы Lezyne. Это Lezyne Decodrive 1500i. I означает, что этот фонарь можно на ходу заряжать еще от Powerbank. Это вот такое вот гнездо здесь. Очень плотное. То есть вы можете ехать с включенным фонарем и параллельно его заряжать. Это будет в половину дольше аккумулятор держать. То есть этот фонарь такой самый мощный, огроменный. Три таких диода. Тоже он влагозащищен. Сделаны уже такие радиаторы здесь алюминиевые. Для того, чтобы не перегревался. Чтобы понять его габарит. Вот фонарь 1100. Вот такая вот штука. Этот фонарь лично мой. Мне он понравился тем, что его можно неделю реально не заряжать. Не обязательно включать полторы тысячи люмен. Тут хватает, наверное, и 500. Но он у вас будет долго, очень долго работать. Но есть очень классная штука. Когда ты заезжаешь в лес темный, включаешь эти полторы тысячи люмен, ты едешь как днем. Крепление здесь тоже идет резиновое. С вот таким адаптером. Вот такой адаптер идет. Это если у вас руль узкий, вы ставите вот такой адаптер. Если он там широкий, 31,8 или же 35, то вы убираете вот этот адаптер. И ставите просто на толстый широкий руль. Вот. Фонарь тяжелый, огромный. Не знаю, советовал бы ли я вам его. Мне кажется, лучше взять 1100. Тот будет немножко не так светить ярко. Но он зато меньше по габаритам и легче. Но этот мне понравился тем, что он реально держит неделю, по сути. Валит так круто, как фара автомобильная. Такой вот девайсик. Друзья, спасибо за просмотр. Весь товар, который вы увидели в обзоре, вы можете купить в магазине eBiker. С 7% скидкой по промокоду ALEKS, который будет указан ниже в описании к этому видео. Ставим лайк. Не забываем подписываться на канал. До новых встреч. До новых встреч.